Мамам не хватает денег. Эта фреза стала флагманом сразу нескольких идей, озвученных на стратегической сессии. На этот раз своими предложениями по улучшению качества жизни на ближайшие десятилетия делились жители Засвияжского района Ульяновска. Так, прекрасная половина участниц выступала за дополнительную финансовую и социальную поддержку матерей в декрете, а также продление самого срока отпуска по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Эти предложения стали лидерами рейтингового голосования в разделе «Демография». Среди голосов поддержки немало мужских. Новые для нас и почаще такие форматы, потому что здесь каждому можно высказаться, предложить какие-то идеи, проекты свои, конкретно по нашему Засвияжскому району. Поэтому я считаю, это очень полезно, особенно для молодежи, для среднего поколения. Одна из самых юных участниц стратегической сессии. 20-летняя Елена, пожалуй, говорила за всех абитуриентов. Она предложила увеличить количество бюджетных мест в институтах. Я сама студентка, и очень было мало бюджетных мест, было очень трудно поступить. Поэтому моя идея заключалась в том, чтобы было больше бюджетных мест, чтобы также по поводу ЕГЭ, чтобы упростили немножечко его. А представители старшего поколения предложили создать институт бабушек. Это закон, принятый на федеральном уровне, где быть бабушкой – это работа. По мнению театра идей Ирины Арзамасовой, это поможет женщинам, которые желают воспитывать своих внуков, уйти, к примеру, раньше на пенсию. Но, что самое важное, институт поможет повысить качество воспитания и сохранить семейные ценности. Тем самым мы уменьшим, как сказать, не нужно будет столько уже мест в детских садах, потому что бабушки будут заниматься внуками, дети будут под присмотром, дети будут правильно воспитаны, я считаю, потому что большинство наших бабушек все-таки несут моральные ценности правильные. Эту идею охотно поддержали эксперты площадки. В ней есть все звенья схемы, по которой работают на стратсессии. Идея, аргумент, результат. А главное – нацеленность на будущее. Они бы взяли на себя заботу подрастающему поколению и воспитание. К сожалению, у нас есть образование, а вот с воспитанием у нас некие проблемы. И именно этот институт позволил бы создать правильное мировоззрение и сформировать ценности и убеждения у молодого поколения. Также жители Засвияжьей хотят переформатировать работу психологов, сделать эту службу доступной и более привлекательной. Люди путают и психолога, и психиатра. И сейчас, если мы говорим о стратегии на долгие годы, дети же тоже все разные. И у них у всех разные проблемы. И решать это сейчас должны разные специалисты. Глава местной администрации Найль Юмакулов, который также посетил стратсессию, рассказал. Сейчас Засвияжий остро стоят два вопроса благоустройства из пелдереев. Глава района признается, если бы он был участником сессии, то обратил бы внимание еще вот на что. Засвияжий район является центром промышленности города Ульяновска. Это очень важно. И, конечно, для того, чтобы иметь большую промышленность, нужно иметь, конечно, давые ресурсы. Напомним, стратегические сессии «Движение вверх» проходят по инициативе главы региона Алексея Русских. Следующими свои идеи предложат лидеры общественного мнения Завожского района.